МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости региона в эфире нашего канала. Здравствуйте! Я и мои коллеги готовы рассказать о наиболее заметных событиях этого дня. В День русского языка выпускники сдают ЕГЭ по этому предмету. Экзамен по традиции стал самым массовым. Для кого экзамены головная боль, а для кого большие долги, приставы и налоговая предупреждают, ждите санкций. Не закроют, а отремонтируют автомобильный мост через реку Кудьма в Северодвинске, наконец, приведут в порядок. Итак, сегодня в нашей стране отмечается День русского языка. И сегодня же проходит самый массовый единый государственный экзамен по этому предмету. Ровно в 10 часов утра более 6 тысяч выпускников по море приступили к выполнению заданий. Будьте уверены, что каждый учился в школе по силам сдать ЕГЭ. Все задания составлены на основе школьной программы. Поэтому каждый из вас может успешно сдать экзамен. ЕГЭ по русскому языку рассчитан на 3,5 часа. Чтобы сдать экзамены, получить аттестат, выпускникам необходимо набрать минимум 24 балла. Результаты будут известны не раньше 25 июня. Добавлю, что первая волна ЕГЭ продлится по 2 июля. В День Великого и Могучего вся страна отмечает и Пушкинский день. 6 июня родился поэт, который стал основоположником современного русского литературного языка. В Архангельске день рождения Великого Классика ознаменовалось открытием литературного сквера на Чумбаровке. Территория на пересечении проспекта и улицы Володарского была благоустроена в минувшем году по программе формирования комфортной городской среды. Мы считаем, что здесь будет некая точка притяжения наших талантливых жителей города, которые будут собираться и на творческие вечера, возможно будут какие-то конкурсы и бардовской песни и так далее. Сегодня в литературном сквере творческие силы города поучаствовали в мастер-классах, чтении стихов и исполнении романсов. Кстати, благоустройство сквера продолжается. Сам на территории должны быть высажены кустарники, появится и освещение. Фестиваль уличных театров вошел в число самых ожидаемых событий лета в России. Аналитическое агентство Турстат представило рейтинг самых популярных у туристов культурных событий и фестивалей в июне. Кроме Архангельска с уличными театрами в топ-10 попали, например, Платоновский фестиваль искусств Воронежа, музыкальный фестиваль Чайковского в Клину, театральный Толстой в Икант, в Ясной Поляне, Золотая ладья в Рязанской области, Художник, Фест, Вельце и другие. Напомним, в этом году фестиваль уличных театров в Сталице Поморья пройдет с 19 по 23 июня. В день эколога на Архангельском ЦБК выпустили новую партию рыбы. В 2018 году 2018 мальков отправили в свободное плавание. Кумжу для Архангельского ЦБК выращивали на Нежском рыбоводном заводе. С инкубацией и подращиванием на это ушло два года. За это время мальки набрали вес в 26 грамм, а это выше нормы. Рыба полностью готова для жизни в реальных условиях. Между собой рыбоводы называют кумжу морской форелью. У кумжи правовозврат выше, чем у семги. Адаптируется ее вот сейчас выпустили, она скатится в море. И на следующий год уже часть кумжи, самцы, уже пойдут на нерест. Любая лосось – это проходные рыбы. То есть растут в море, а на нерест идут в редкие. То есть часть уже этой рыбы, которую выпустили сегодня, на следующий год вернется ту же анегу. Каждую рыбку пересчитали. Их ровно 2018. Далее мальков отправляют в живорыбный контейнер для комфортной перевозки до места назначения. Эта помощь природе не в рамках обязательств Архангельского ЦБК. На этот раз все добровольно и празднично. У нас сегодня мероприятие вообще в принципе было приурочено к году добровольца в России. Но в связи с тем, что у нас достаточно быстро, благодаря взаимодействию оперативному с Северо-Западным управлением Росрыболовства и учреждением Главрыбвод, они помогли нам быстро оформить все документы, процедуры. И мы смогли это приурочить к Дню охраны окружающей среды. Чему мы очень рады. Подготовка к выпуску рыбы – процесс кропотливый. Сначала необходимо вылить всю воду из контейнера. Только затем символичную партию кумжа отправляют в большое плавание. Это добровольное решение комбината, руководство комбината, экологов комбината. И оно характеризует отношение комбината к экологии и к окружающей среде в целом. Больших затрат стоит выращивать мальков, создавать им оптимальные условия, чтобы они были здоровыми, крепкими, чтобы они пережили переход из искусственных водоемов в естественную среду обитания. Еще два года кумжа будет подрастать в природных условиях. После пойдет на нерест. Затем цикл повторится. Стоит отметить, что Архангельский ЦБК старается максимально исполнить обязательства перед природой. На эти цели предприятие потратило только в этом году порядка 4 миллионов рублей. Курьюзная авария произошла сегодня. В Архангельске иномарка разбила витрину торгового комплекса «Сафари». Это фото появилось в соцсетях утром. По словам очевидцев, водитель был трезв. Известно, что в аварии никто не пострадал. Автомобильный мост через реку Кудьма в Северодвинске приведут в порядок. Комиссия сделала заключение. Сооружение находится в неудовлетворительном состоянии. О предстоящих работах на Кудьмском мосту заявили в администрации города Корабелов. В комитете ЖКХ запланировали восстановление верхнего защитного деревянного настила. На это потребуется 400 тысяч рублей. Ранее мост через Кудьму ремонтировали только в 2014-м. Сейчас ведется работа согласованного техзадания по ремонту. В ремонт будут входить работы укрепления рабочего настила и замена защитного настила. Сейчас ведется составление сметы, которое будет согласовано. И в ближайшее время документы будут направлены в УМЗ. Ремонтные работы проведут в течение месяца после заключения контракта с подрядчиком. Мост для проезда перекрывать не планируют. Испортить отдых может не только плохая погода, но и неуплаченные в срок налоги. За жителями Архангельской области и Ненинского округа числится более 350 миллионов рублей долгов по имущественным налогам. Серьезные суммы влекут за собой серьезные последствия, в том числе и судебные разбирательства. 200 миллионов рублей транспортного, 35 миллионов земельного и порядка 43 миллионов налога на имущество физических лиц. Столько северяне не уплатили в бюджет на данный момент. И это не считая недоимку за прошлые налоговые периоды и долги предпринимателей. В адрес должников были направлены требования о добровольной уплате налога. А в ряде случаев сведения о задолженности направляются работодателю или в банки, которые вправе удержать и списать деньги неплатильщиков. Благодаря этой работе в бюджет поступило более 100 миллионов рублей в этом году. Долги взыскиваются и в судебном порядке. Приставы арестовывают имущество неплатильщиков, ограничивают им право выезда за границу. Ограничение права выезда должников за пределы Российской Федерации действительно является очень эффективной мерой для погашения задолженности, в том числе по налогам. И желание поехать за границу в 2017 году заставило погасить должников свои задолженности в сумме 117 миллионов рублей, в том числе и налоги. А в этом году уже мы взыскали путем применения данной меры более 40 миллионов рублей. Испортить вам отдых никто не желает. Вы невольно делаете это сами, имея долги. Узнать о задолженности можно не только в инспекции, но и не выходя из дома или офиса. На официальном сайте ФНС России в личном кабинете налогоплательщика оплачивать налоги и задолженность можно через интернет. На официальном сайте Федеральной службы судебных приставов в сервисе Банк данных исполнительных производств. Помните, вовремя оплаченная задолженность позволит сэкономить на государственной пошлине и исполнительском сборе, которое придется оплачивать в случае взыскания недоимки в судебном порядке. Одним словом, оплатите долги и отдыхайте с удовольствием. Тренд последнего времени, что наблюдается во многих регионах России, молодые предприниматели все чаще стали интересоваться не платформами для быстрого заработка, а крупными проектами, связанными с инновациями. Об этом в новом выпуске «Бизнес Панорамы» уже сегодня. Безопасен для природы полвека прослужит человеку, кто привез и установил в Архангельске экспериментальный колодец. Наиболее эффективное решение на сегодняшний день. Президенты Сколково присоединились к обсуждению стратегии развития Архангельской области, что рекомендуют и кого. Это маленький пример доказательства конкурентноспособности региона, что именно сюда правительство решило отдать такой статус, как Федеральный университет. Федеральная и региональная помощь для Онеги. Зачем в Моногороде создан управляющий совет? В оперативном режиме отслеживать динамику привлечения инвесторов, новых резидентов на территорию ТАСЭ. И, как всегда, в выпуске дельные советы от наших экспертов Ивана Захарова и Светланы Свириды. «Бизнес Панорама» 6 июня в 19 часов 20 минут на канале «Регион 29». Итак, увидимся с вами сегодня в «Бизнес Панораме». Я не прощаюсь, а итоги дня в 19 часов подведет моя коллега Анна Рязанова. Ждем вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова